Всем привет! Очередной вопрос наших учеников в нашей бесплатной школе видеоблогеров. Почему нет футбольных блогеров и качественных видеоканалов про футбол? Об этом вы узнаете через пару секунд. Друзья, качественный канал про футбол и для футбольных болельщиков подразумевает собой демонстрацию футбольного матча. А у каждого футбольного матча есть правообладатель. И они очень взорко следят за тем, чтобы их видео, их трансляция матчев, особенно когда они свежие, не размещалась в открытом доступе. Причем они слетят на уровне контент-айди. Это что значит? На автоматическом. То есть, как только какой-нибудь блогер размещает футбольный матч на своем канале, к правообладателям сразу же прилетает уведомление. Ну, чтобы вам было совсем просто. И они очень трепетно относятся к этому, потому что в данном случае футбол – это большой бизнес. Футбол – это зрелище. Футбол – это огромные рекламные бюджеты. И те, кто организует эти матчи, они на этом зарабатывают достаточно. И не дают никому, скажем так, всовывать в руку в свой карман. Это важно. И именно поэтому, ну а кто из видеоблогеров может рассказать про футбол так ярко, без демонстрации. Потому что, по большому счету, футбол – это все же зрелище. Это общение с друзьями, это крики, это тусовки, это флаги, это вой, это вот эта атмосфера этого футбола. А смотреть матчи там пятидесятилетней давности, на которые давно уже нет спроса – это не то. Поэтому ярких футбольных видеоблогеров, наверное, в ближайшем время не будет. Просто потому, что чем ютюб быстрее реагирует на жалобы преобладатели, тем эффективнее преобладатели борются с серым контентом. Потому что, по большому счету, футбол, трансляция футбольного матча – это и есть серый контент. И очень редко какие-то матчи, ну может, какой-нибудь там местной лиги, они не такие интересные, не такие яркие и у них не может набираться такое огромное количество поклонников и футбольных фанатов. Поэтому, если у вас есть вопросы, задавайте их под этим видео, спрашивайте в нашей школе видеоблогеров. Мы всегда отвечаем. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. До свидания.